Приветствую вас. Давайте начнём мы с вами с того, чтобы определим спектр ваших проблем. Во-первых, вы задали вопрос достаточно сложный, неоднозначный и, я бы сказал, даже многосторонний. Во-первых, пишите вы, что два года сидите дома без работы. Ну, сразу возникает вопрос. Почему? Почему вы полтора года сидите дома без работы? Что заставило вас это сделать? Как получилось так, что вы столько времени не работаете? Второй момент. Вы пишите о том, что работали дизайнером и, соответственно, раз вы работали дизайнером, то почему перестать? Это тоже очень важный на самом деле момент. Если вы работали дизайнером и вам работа, например, нравилась, ну, допустим, что она вам нравилась, то с чем связан тот факт, что вы перестали это делать? Чем вызван обрыв, или, может быть, лучше сказать, перерыв вашей деятельности? Ведь что-то же повлияло, я думаю, на то, что вы, например, ушли с работы, перестали работать, например, и так далее. Что-то же заставило вас прекратить свою деятельность? С этим тоже нужно разобраться. Далее. Пишите вы. Боюсь выходить по специальности. Страх, что не пройду фейш-контрол. Вот. Возникает тогда вопрос такого плана. Чем этот страх вызван? Вы пишите, что, значит, я потолстела, пообносилась и, собственно говоря, явно ваша самооценка здесь упала. Если так, то почему вы не рассматриваете вариант работы над собой? Почему вы не рассматриваете вариант повышения своей самооценки, повышения самоуважения, повышения, если угодно, любви к себе? Вы просто, получается, подстраиваетесь под ситуацию, которая с вами происходит, не желая ее менять. Еще раз. Чем вызвано такое ваше поведение? Почему вы так себя ведете? Почему вы не желаете работать над собой? Это тоже очень важный вопрос. Дальше. Дальше. Дальше важно прояснить так. Пояснить так. Работодатель интересуется тем, насколько человек, с которым ему предстоит работать, настроен. Дальше. Работодатель интересуется тем, насколько человек, который как раз соискателем является место, настроен на работу, настроен на деятельность и так далее. У меня складывается ощущение, что вы сами себя, вообще говоря, не очень хорошо цените. А раз вы не очень хорошо себя цените, то и рассчитывать на то, что другие будут вас ценить не стоит. Соответственно, возникает вопрос, откуда и почему взялась такая ваша самооценка, такое ваше восприятие себя? Откуда оно? Потому что на данный момент ситуация как такова, что не очень понятно, почему и как. Произошло так, что вы столько времени пробыли без работы и вообще говоря, ничем не занимаетесь. Да, значит, собственно, только лишь постели. Далее. 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 Само увеличение роста, увеличение роста вашего веса связано с образом жизни, с эмоциональным состоянием. И его, это эмоциональное состояние, тоже нужно разбирать. То есть, почему, например, вы начали полнеть? Чем это вызвано? Чем это вызвано? То, что вы начали полнеть? Например. Как случилось, как сложилось так, что вы допустили это вообще для себя? Далее. Для чего вы вообще хотите работать? То есть, зачем вам работать? Что вами двигает, когда вы желаете идти работать? Этот момент является также очень и очень важным. Ну и, наконец, наверное, последнее, о чем я хотел бы сказать в рамках своего ответа, это то, что вы, если боитесь, то необходимо четко понимать, чего именно вы боитесь. Насколько обусловлен ваш страх? Чем он обусловлен? Не является ли ваш страх вымышленным? И дальше, я думаю, нужно повышать вашу самооценку, как сказали эксперты, правильно достаточно, и разбираться с тем, почему и как случилось, что вы стали вот так вот себя чувствовать и себя воспринимать. Потому что это совершенно пораженческая позиция, когда вы говорите, что не пройдете, например, там фейс-контрол и так далее. Это пораженческая, это пораженческая позиция. И чем она вызвана, эта пораженческая позиция, пока не ясно. Может быть, вызвана она тем, например, что вы, значит, ну, как-то испытываете проблемы в семье и так далее. Может быть, у вас есть какой-то конфликт сейчас в личной жизни или где-то еще, понимаете? То есть ситуация-то такова, что то, что сейчас с вами происходит, это результат определенных действий. Это результат определенной деятельности с вашей стороны, определенных обстоятельств. и нужно определить, что повлияло на образование таких условий в вашей жизни. И тогда, я думаю, проблема ваша разрешится. Ну, по крайней мере, по моему мнению, все реально сделать. То есть, если говорить о советах вам, то советовать здесь что-либо, мне кажется, смысла никакого не имеет. Советы, знаете ли, они не помогут вам решить ваши проблемы. Тут нужна работа над собой, работа серьезная, работа в разных аспектах вашей жизни. И если вы готовы эту работу над собой проводить, то помочь вам, я думаю, вполне можно разрешить ваши проблемы. Тоже вполне можно, я не думаю, что с этим будут какие-то сложности. Но если вы не хотите ничего делать, и если вы считаете, что у вас нет шансов, то тогда, действительно, кроме того, чтобы продавцом устроиться, вариантов для вас больше нет. Кроме того, если вы не сходите с собой с 12 часов в день, то нужна физическая подготовка, нужна физическая тренировка ваша. И здесь, опять-таки, непонятно, почему делать этого вы не хотите, не хотите. Ну вот, собственно, к вам и накопились определенные вопросы. Чтобы работать, нужно уважать себя. Чтобы работать, нужно понимать, кто вы, чего вы хотите, кем вы желаете себя видеть и куда вы стремитесь. У вас вот этого пока нет. Потому что это ваше потолстелое относилось, говорит о том, что сами себя вы стали воспринимать по-другому. Гораздо хуже, чем, например, раньше. И недостаточно хорошо для того, чтобы позиционировать себя как совноправного партнера в процессах взаимодействия с работодателем, в процессах взаимодействия с людьми и так далее. Значит, сперва, раз вы полтора года сидели без работы, то у вас была такая возможность. Значит, сейчас эта возможность, скорее всего, тоже есть. И вот свое время вам нужно потратить на то, чтобы забраться силами, побороть неуверенность в себе, а точнее принять в себе что-то, какие-то моменты купировать, какие-то моменты оставить, принять. Наметить в себе перспективы и направление развития, направление работы над собой и активно этим заниматься. И потом любой фейс-контроль вы пройдете совершенно спокойно, потому что, как правильно вам сказал один из экспертов, работодателя интересует не внешний вид, а настрой самого работника. Так что, направитесь на работу, направитесь на консультации с вами и вместе с психологом, которого вы выберете на нашем ресурсе, постарайтесь проработать в каждую свою проблему. Потому что у вас их, судя по всему, несколько, как минимум, это проблема идентификации себя как личности, как минимум, это проблема неудовлетворенности жизни и, как минимум, это проблема в личности. Это вот три основных проблемы, которые я вижу, может быть, их больше. На этом все, надеюсь, что помог вам, если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу, если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделает его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи! Субтитры создавал DimaTorzok